Девушки отдыхают Под ЮТУ и у тебя есть возможность посетить Дублин, ты можешь встретить родственников группы, потусить вместе с друзьями ЮТУ, купить первую гитару или палочки, всё, что захочешь. Во всяком случае, такое обещает компания, которая приглашает туристов в мир ЮТУ. Шон, а ты? Тони, как ты? Несколько вас познакомиться. Кстати, это Шон. Это, можно сказать, друг и товарищ Бона, человек, который знает про группу ЮТУ больше, чем кто бы то ни был. Именно Шон будет показывать и рассказывать мне всё, всё, всё. Стоит эта история недёшево. 92 евро. Я, правда, не до обморочного состояния фанатеют ЮТУ, но если Шон заведёт меня в их студию за указаписи, я буду очень рад. Окей, мы садимся. Я садимся. Пойдём. Вот так. Вот так. Итак, мы в Клэрнс-отеле, прямо behind us here. И это became a very noteworthy point for ЮТУ fans in 1992, when Bono and the Edge bought the hotel. Отель Бона. Ну, купил себе чувак отель. И что? Но Шон говорит, что нужно подняться на крышу, ведь именно там ЮТУ снимали концертный вариант клипа Beautiful Day. Ну вот, ну вот, ну вот что я должен сейчас чувствовать? Прилив радости и лёгкую дрожь в теле? Если разуться и вот босыми ногами постоять вот на этом месте, то можно почувствовать, как он тут стоял. Это всё? Я думал, что здесь остались какие-то декорации или увижу какую-то голограмму. Ну не просто же крышу. Блед какой-то. Деньги я заплатил вперёд, так что отказываться будет глупо. Пф, ладно. Следующий пункт для ЮТУ-манов – это улицы Дублина, по которым Бона ходил. И тут же гид начинает навешивать вам истории, как группа создавалась, бла-бла-бла, на каком переулке гитарист впервые поцеловал девушку. А это что за... Пардонте не узнал. Ну и как его узнать-то? Он сейчас не так выглядит вовсе. После такой идёшь, идёшь, идёшь. Идёшь, идёшь, идёшь. О, наконец-то пришли. В Фитт-Вильям-Сквере. Это где ЮТУ снимает «Свейтест-Тинг»-видео. Конечно, я помню этот клип и всё такое. Улица, безусловно, красивая. Бона здесь точно тоже был. Ну, как-то... Не, я ничего не хочу сказать. То есть мы сюда шли километра три с половиной. Сорок минут сюда пёхом шли, чтобы я посмотрел на улицу. Если честно, через некоторое время тебя уже начинает колотить от потока информации о любимом супе Бона. И насколько бы ты не был терпелив, слушать дальше тебе уже не можется. М-м-м, скучная курочка. Жестковато немного, но соус вообще бомбесный. Надо уже вторую порцию заказывать. Короче, выводы делайте сами. Мне, например, эта прогулка показалась длинноватой. Да ещё и за такие деньги. Тебе нос-то два евро на минуточку. За то, чтобы увидеть места, о которых написано в каждом путеводителе. Всё, пора прощаться. Я надеюсь, что я показал тебе что-то о Ютубе, что ты, возможно, не знал раньше. О, да. О, да, да. Да? 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 О, да. Это правда. Правда? Да, написано Боно. Я должен идти. Спасибо большое. Спасибо. И приятного времени в Дубле. Да, спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!